Значит, нам из всех предложений мы выбрали три предложения. Один вот этот самый Галецк, на котором жили заключённые, и доставали этот самый хрусталь, который бы шёл на оптику. Это там очень шикарный совершенно этот хрусталь, и он редко получается. Мы потом влазили в эти штольни, я тоже лазила, и потом меня Коля вытаснул за один и обратно, потому что... Потом ты влезаешь и видишь, вот там светится, там светится, там светится. А потом он говорит, нет, полно, он говорит, складывай две ноги, и обратно вот так вот рыбкой вытаскивай. Вот. И, значит, потом, значит, выбрали вот это, один Галецк, вот этот хрустальный, и две экспедиции, куда мы потом возили Бориса Алексеевича. Ну, поскольку Борис Алексеевич человек рисковый, в общем, ему, в принципе, нужно, в общем, как-то все время себя проверять, и нас проверять, насколько мы, в общем, можем, так сказать, загореться. Загореться, а вот если снимать, то это надо загореться. И мы, значит, отправились на вертолёте. Вот сначала в эту... куда нас... как это называется? Вот одно предложение было на хрустальный. Мы сели вот с Сашей в вертолёт, летим. В общем, и вот этот звук, это вообще какой-то бах, Бетховен вместе. Это всё повторяется, вот эти звуки, в общем, и это. И летим с лётчиками и садимся на этот Галецк. Он уже голый, но вокруг снежная пустыня. Я, конечно, как женщина, должна была отойти в сторону. И я провалилась, я провалилась над головой, у меня был снег. Потому что вот такая произошла. Я кричу, в общем, они поняли, что... потому что они тоже. Они мне кинули там какую-то палку с этим, палка пошла. И они меня, в общем, тащили, потому что они боялись сами попасть в такую же, в общем. И это вот первое такое знакомство с этой Сибирью вообще, что это такая неожиданность и страшно. Ну, потом ничего не страшно, когда поживёшь в этой тайге. И люди очень хорошие. Потому что я так сразу же после этого разговора в экспедиции, я даже ночью шла с каким-то парнем, который был заключённый. У них там урановые рудники были. Я, чтобы позвонить Борису Алексеевичу, сказать, что мы прилетели. И уже выбираем на стулу. Вот. Поэтому всё было, казалось, что так оно должно быть. Да, вот мы должны снимать только здесь, потому что здесь люди, здесь, в общем, так сказать, нам помогут. И всё. После этого мы, значит, летали ещё в два места. Но нас они, в общем, как-то мы остановились на этом. Вот. Потом у нас, значит, ну, как-то собралась вот эта самая команда. И уже мы полетели выбирать на туру с Борисом Алексеевичем. Ему тоже понравились вот этот голец. Но тогда уже было сухо, в общем. И мы, когда мы шли таким серпантином по этой горе, и были огромные кучи, которые медведи, выходя из спячки, они оставляли. И мы очень боялись. Единственное, что мы встретим этих медведей, которым нужно срочно наедаться. Значит, когда мы прилетели с Борисом Алексеевичем туда, мы летим тоже на вертолёте. И вот эти... В это время уже медведи женились. И они ходили там парами, тройками. И вот когда мы вертолётчики были, сейчас мы их попугаем. И вот они делали такое, спускались. И медведь один встал и вот так вот кричал нам. И выл на нас, что это ужасно. Что мы какие вообще это. И там какие-то бегали, вот когда летишь так над ними, бегают, кто-то ушёл там в кусты, медведь, там с медведицей. И вообще это очень интересно. Вот. Потом, ну в общем как-то, вот Борис Алексеевич рассказывал, что это мы выбрали. Потом вот нас постигла такая неприятность. Хорошо, что все остались живы, но потеряли аппаратуру, в общем, кое-какую. Но потом все, значит, и мы жили в этой экспедиции, ну, от прилёта до прилёта вот этих вертолётов. Ну, и часто так, что мы, в общем, у нас вроде бы ничего, поскольку мы на гольце. А там чехол, к нам ни звука не долетает, на звониться мы никуда не можем. У нас там кончаются и две студентки из какого-то торгового техникума, которые нам готовили еду. И потом, значит, нужно было, вот я, всё, надо мной смеялись, а в общем, нужно было погрузить, вывезти всё. Я так предполагала, что нас нигде никто не поддерживал. Поэтому я вывезла, ну, два вагона, в общем, этих камней, которые мы собирали, сучьев, каких-то сухих этих самых. Ну, в общем, всё, чтобы заполнить этот вот 700 метров павильон. У нас было два метра от стены, два с половиной метра, и всё было закрыто четыре с половиной метровыми этими железными... Потому что две, и Феня, и этот самый, как его вот... Мика. Мика, да, были очень такие серьёзные. И они сидели, они оставались, вот ночевал даже Тарик там, потому что их возить было нельзя. Вот, и там вот как раз такие очень крупные планы снимались с этими... Ну, операторы были бесстрашные, которые, в общем... И делали вот такой примерно с этой комнаты, куб стеклянный тоже делали. В общем, я сейчас бы это вообще стоило огромных денег. Это тоже большие деньги. Но сейчас это, наверное, построить невозможно. А тогда это вот мы строили из этого стекла, и вот там это самое... Привозили соболей несколько штук, 10, наверное, потому что там как-то так их отбирали. Вот, леса была, огромные валуны вот эти камны, делали бутафорские эти самые. В общем, можно было всё сделать. Тогда кино было, в общем, дешевле как-то. Так что, вот такие... Конечно, это незабываемые, в общем, какие-то вот эти места. И так, в принципе, это очень интересно было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА